В прошлой видео лекции мы закончили рассматривать эффузивные и интрузивные горные породы кислого, среднего, основного, ультраосновного состава. Сейчас поговорим о структурах магматических горных пород. Теперь мы перейдем к структурам и текстурам магматических горных пород. Что такое текстура и что такое структура? Когда мы описываем горную породу, всегда описываем физические и химические свойства, твердость, цвет черты, цвет минерала, упругость. Когда мы описываем горную породу, мы обязательно говорим какая у нее текстура и какая у нее структура. Что такое структура? Структура это особенность строения горной породы, обусловленная степенью кристаллизации, размером и взаимоотношением слагаемых ее зерен минералов. Текстура это особенности сложения горной породы, обусловленные способом заполнения пространства, слагающими ее агрегатами минералов. То есть каким образом она у нас сложена? Вот у нас, на сегодняшнем случае здесь показано, таким образом структура у нас определяется формой и размером кирпичей. То есть какие будут эти вот кирпичики у нас. Форма у них какая будет, какой у них будет размер. Например, ну вот эти кирпичики, как бы это составные части горной породы, да, из каких минералов у нас состоит горная порода. А текстура это у нас способ укладки, то есть каким образом они у нас будут располагаться в горной породе. Это у нас будет текстура. То есть структура, еще раз, да, это у нас, например, границ состоит из кварца, полевых шпатов и слюды биотита. Вот они у нас, да, эти вот кирпичики. То есть какая у них форма, какой у них размер. Это будет у нас описание структуры. Когда мы говорим, как эти породы располагаются, как у нас вот это вот способ укладки, да, расположение, как они располагаются в пространстве между собой. Когда мы это описываем, мы говорим, что это текстура. Мы текстуру описываем. Итак, к структурным особенностям относятся те признаки горных пород, которые характеризуют степень раскристаллизации, абсолютные относительные размеры минеральных зерен, форма и взаимоотношения. Значит, от текстурной особенности учитывают взаимные расположения составных частей породы, а также способ заполнения ими пространства. То есть то же самое, о чем я говорила, еще раз мы повторяли. Итак, по агрегатному состоянию, степени раскристаллизации или кристалличности структуры у нас бывают. Неполнокристаллические и полнокристаллические. Значит, неполнокристаллические породы у нас не полностью раскристаллизованы, то есть содержится стекло. Только стекло или стекло плюс кристалла. Стекло имеется в виду не обычное стекло, а вулканическое стекло. Вот в данном случае у нас обсидиан, который является вулканическим стеклом, это полностью вулканическое стекло. В этой породе никаких кристаллов у нас нет. На втором рисунке у нас показана структура данной породы, тоже неполнокристаллическая. То есть не только кристаллы там есть. Есть ярко выраженные кристаллы и есть у нас еще и плюс стекло. То есть и эта порода, и эта порода имеет структуру неполнокристаллическую. Полнокристаллическая структура. Порода полностью раскристаллизована, то есть состоит только из кристаллов минералов, и нет никакого стекла. Вот на рисунке у нас здесь показано. Стекла у нас нет, есть только кристаллики. То есть полностью раскристаллизована порода. По относительному размеру составных частей зерен. Значит, смотрим. Снова-таки у нас разделение на неполнокристаллическую и полнокристаллическую. Давайте посмотрим неполнокристаллическую. Вот у нас обсидиан снова-таки он здесь изображен. Структура у нас будет здесь стекловатая. Порфировая, афонитовая еще называют. Только стекло или кристаллический агрегат. Все, только стекло есть. Данная структура называется стекловатой. Следующая структура называется у нас порфировая. Есть различимые невооруженным глазом. То есть когда мы смотрим на макроскопический, то есть в руках у нас есть горная порода, мы на нее смотрим. Есть неразличимые порфировые вкрапленники, фенокристаллы и стекловатая или скрытокристаллическая основная масса. То есть вот в этой вот массе, грубо говоря, присутствуют еще и кристаллы. Данная порода у нас имеет структуру порфировую. Так, теперь переходим к полнокристаллической структуре. Полнокристаллическая структура у нас бывает равномерно зернистая. Когда у нас все зерна, слагающих породу минералов, примерно одного размера. Равномерно зернистая. Да, мы смотрим здесь примерно все одного размера. На данном рисунке структура равномерно зернистая. Следующая структура полнокристаллическая. Это у нас порфировидная. Зерна разного размера. Зерна некоторых минералов несколько раз крупнее зерен остальных минералов. Очень хорошо здесь видно. Вот крупные кристаллы. Крупные кристаллы и очень маленькие темные кристалли. Данная структура называется порфировидной. То же самое, да? Стекловатая и равномерно зернистая. Еще одни рисунки. Это у нас порфировая. В стекле находятся какие-то кристаллы. Не полностью раскристаллизованная она у нас. В стекле находятся какие-то кристаллы. И порфировидная. Когда полностью все закристаллизовано, но все зерна разных размеров. Присутствуют крупные зерна, присутствуют мелкие зерна. Данная структура порфировидная. Итак, следующая классификация по абсолютной величине зерен. Здесь мы рассматриваем только полнокристаллические, потому что зерна у нас закристаллизованы, раскристаллизованы, все только полнокристаллические, полностью раскристаллизованы. Значит, у нас они бывают, каких размеров? Они у нас бывают менее 1 мм, данная структура у нас называется тонкозернистая, от 1 до 3 мм называется мелкозернистая, 3-5 мм среднезернистая, 5-7 мм это крупнозернистая. И когда у нас более 7 мм, это у нас гигантозернистая структура. Тонкозернистая, мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая и гигантозернистая. Это у нас по размеру зерен. По взаимоотношениям минералов, структуры прорастания, полнокристаллические у нас бывают какие? У нас бывают графическая, либо еще и называют пигматитовая структура. Кварц, реже другие минералы, например турмалин, образуют закономерно ориентированные вростки в полевом шпате в результате одновременной кристаллизации этих минералов. На данном рисунке у нас показан пигматит, порода пигматит, которая ярко, очень сильно похожа на арабскую письменность. Здесь у нас показана тарелочка, на которой написано арабскими буквами. И вот рисунок данной породы, пигматитов, очень похож на арабские письмена. Вот у нас снова этот же рисунок, пигматитовая графическая структура. Причудливые формы кристалла темного цвета на фоне светлого или розового калиевого шпата. Настолько напоминают загадочные письмена, что, глядя на пергамент, невольно хочется их прочесть. Действительно, очень похоже. В следующей видео лекции мы рассмотрим текстуры магматических горных пород.